Социолог Туру Урингут Юхан Киверях отмечает, что ему приходится заниматься мониторингом доверия государственным институтам и обеспокоенностью населения теми или иными проблемами уже 16 лет. В этом году установлены некоторые новые рекорды. Например, 71% жителей Эстонии обеспокоен тем, что обстановка в мире крайне нестабильна. Это самый высокий показатель за все время проведения подобных исследований. 71% отвечающих думают, что возрастает опасность военных конфликтов в мире. Еще никогда этот показатель не был таким высоким. Были какие-то временные подъемы, например, когда была война в Грузии, там было больше 60% думал так. В то же время мы стали увереннее в том, что агрессия Эстонии со стороны другого государства не грозит. Только 26% опрошенных опасаются того, что нас кто-то соберется захватить. Согласно предыдущему исследованию, этого опасались 36 человек из 100. По мнению министра обороны Ханнеса Хансо, немалую роль в этом сыграли наши союзники и укрепление наших сил обороны. «Действительно, мы состоим в самой мощной военной организации на планете – НАТО. На нашей территории размещены союзники, наше воздушное пространство патрулируется современными истребителями. Доверие к силам обороны находится на высоком уровне. Все это делает нас более уверенными в будущем». Что же касается обеспокоенности общим положением дел на планете, мы с тревогой относимся к террористическим организациям. Нас реально беспокоит деятельность исламского государства. Именно с момента начала войны в Сирии в 2013 году этот показатель стал стабильно расти. Свою роль здесь играет и психология. «Если говорить о факторах, которые влияют на то, что люди чувствуют беспокойство и тревогу, то один из них – это доступность различной противоречивой информации. То есть люди формировались тысячелетиями или столетиями, мозг адаптировался и готов был решать определенные задачи, связанные с выживанием в условиях, в общем-то, ограниченной информации. И в 20 веке, особенно в 21 веке, мы живем в ситуации информационного взрыва. И человек не готов переваривать такое количество информации, в том числе и потому, что его не учили. Я думаю, что если, как учат, скажем, безопасности поведения на дорогах, безопасности при поведении, как себя вести на воде, то это помогает решать некоторые проблемы. Так вот, если бы людей учили информационной безопасности, это часть проблемы бы решала». Для того, чтобы чувствовать себя спокойнее и не поддаваться истерике и панике, следует критически относиться к новостям, проверять информацию по нескольким источникам. И если уж вы интересуетесь политикой, то постарайтесь составить для себя более полную картину происходящего. Если же из-за чтения газет вы теряете аппетит или сон, то задумайтесь о том, не пора ли вам обратиться к специалисту. Алексей Иванов, Вячеслав Скалецкий, Первый Балтийский канал.